Восьми десятилетия Великой Победы, памяти, духовный опыт поколений. Этой теме посвятили третьи региональные Балаковские образовательные чтения. В них приняли участие духовенство представители Саратовской православной духовной семинарии, представители высших и средних учебных заведений, педагоги школ, библиотекари, сотрудники музеев, дошкольные работники из семи районов Саратовской области, те, кто участвует в воспитании подрастающего поколения. На героических примерах наших предков необходимо воспитывать достойных сыновей и дочерей нашей страны. Чтобы выполнить учителю поставленные перед ним задачи по воспитанию духовно-нравственного школьника, он должен быть сам духовно-нравственным и ценностно воспринимать историю, духовные традиции, свою профессию. В ходе пленарного заседания не раз поднималась тема роли церкви в Великой Победе. Несмотря на то, что к началу Великой Отечественной войны в стране осталось всего около ста храмов из 40 тысяч, народ продолжал верить в Бога и обращаться к Нему в тяжелые времена. В словах Христа нет больше той любви, как если кто положит душу своей за друзей своих, вдохновляли многих на ратный подвиг. Не случайно автором известной патриотической песни было дано название «Священная война». Слово «священное» не из лексикона советского человека, оно указывает на святость, нравственный идеал русского человека. В войне люди защищали не только территории, не только материальные ценности, но и нечто более важное, свои нравственные и духовно-нравственные ценности, которые сформировали их как личность, которые лежали в основе их внутреннего бытия. Противник, напротив, именуется силой темной проклятой ордой. Силы света, добра и любви выступали против сил тьмы нацизма, ненависти и злобы. Об этом говорил и Кирилл Краснощеков, настоятель архиерейского подворья храма равноапостольных Мефодия и Кирилла при СГУ города Саратова. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны церковь помогала государству создавать нравственные условия для победы, напоминая каждому о традициях, истории, силе нашего народа. Эту же мысль подтверждает и священник Стахи Сахаров. Такие вот события, очень огромные, печальные для страны, для народа, они всегда заставляют, прежде всего, задуматься. Задуматься о своих корнях, задуматься о своем предназначении. Это то событие, которое не способен вынести каждый отдельный человек, и даже каждый народ. Здесь требуется уже колоссальная поддержка. И человек эту поддержку всегда ищет в Боге. После пленарного заседания участники чтений продолжили обсуждение темы по секциям. В этот раз их было пять. Память о подвиге народа в Великой Отечественной войне, импульс для понимания жизни в современном мире, патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, история церкви в судьбе малой Родины. Впервые работали секции «Русская православная церковь» и «Социальное служение», «СВО» и «Патриотическое воспитание». Очень много докладов. Я думаю, что это будет интересно всем слушателям. Это в первую очередь доклад отца Иоанна Синькова, моего заместителя, который сопровождает гуманитарные грузы в зону СВО. Это также доклады моего представителя по Пугачёву Елены Викторовны Челноковой, которая собирает, комплектует гуманитарную помощь. Будут выступать представители русской общины, общественного объединения, которые радуют за то, чтобы объединить русский народ. Участники отметили, что на чтениях поднимались важные темы, которые потом обязательно нужно будет обсудить на уроках с детьми. До глубины души тронуло каждое выступление. Я надеюсь, что каждый, кто присутствовал, для себя взял достаточно много информации и понесет это в массу для наших детей. Дети очень много впитывают в себя, и поэтому всё духовное, всё нравственное. Мы пытаемся любой темы донести до каждого ребёнка. Сегодняшнее мероприятие, я считаю, что нужно его расширять и приглашать как можно больше учителей. Образовательное чтение традиционно проходит в 25-й школе города Балакова. И епископ Варфломей поблагодарил директора Елену Теплову за помощь в реализации такого важного проекта. Эта школа стала местом проведения чтения не случайно. Она является ярким примером того, как нужно воспитывать подрастающие поколения. И в этом её поддерживает компания «Фусагра», уделяющая большое внимание духовно-нравственному воспитанию детей. Это мероприятие сегодня проходит в стенах нашей подшефной школы. И мне очень приятно, что будем говорить о важной составляющей нравственного воспитания нашей молодёжи. Чувстве патриотизма, любви к родине, о подвигах наших предков, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Поэтому сегодня нынешняя беседа, можно сказать, в какой-то степени это начало всех мероприятий, которые будут посвящены этому событию. Продолжение обсуждения темы Великой Победы пройдёт уже в рамках 33-х международных и рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве. Продолжение следует... Продолжение следует...